Уборщица Рена Блеснева третий год наводит чистоту в подъездах многоквартирного дома по адресу Владимирская, 48. С наступлением пандемии коронавируса дезинфекция проводится дважды в день. Рено обрабатывает хлоросодержащим раствором домофон, перила, входную дверь в подъезд, мусорные баки, почтовые ящики и кнопки лифта. Женщина говорит, что понимает важность этой процедуры и с ответственностью подходит к дезинфекции. Я чувствую за собой ответственность, я понимаю, что это поможет тому, что люди будут здоровыми. Жильцы труд Рено ценит и уважают. Частотой подъездов довольны. Уборщица убирается очень хорошо. Все время все дезинфицирует она у нас. Прежде чем вымыть пол, она мокрой тряпкой специально все выметит, а потом все убирает. Выбор в сторону хлоросодержащих моющих средств был сделан из-за высокой эффективности в борьбе с вирусом. Вирус гибнет от хлорки моментально. То есть если мы, например, руки моем мылом, понадобится 15 секунд, то от хлорки это моментальное действие. На территории железнодорожного района 775 многоквартирных домов. Их обслуживает 39 организаций. В случае, если жители заметили, что управляющая компания ТСН или ТСЖ не проводит ежедневную дезинфекцию, нужно подать жалобу в районное управление ЖКХ. Специалисты приедут и составят протокол, который потом направят в Государственную жилищную инспекцию. Письменно, устно, по телефону, в соцсетях обращаются. Выходим, составляем документы, что не проводилась обработка и отправляем уже на выставление штрафа. Тем обслуживающим компаниям, на которых составили протокол, суд назначает штраф от 100 тысяч рублей. За 9 месяцев этого года таких нарушений в железнодорожном районе зарегистрировано более 100. Обработку подъездов многоквартирных домов проводят во всех районах города. Темпы объема работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах в ближайшее время снижаться не будут. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Константин Головин. События.